В администрации городского округа состоялся семинар-совещание для руководителей общеобразовательных учреждений из Люберец, Дзержинского и Котельников. Мероприятие провели в рамках партийного проекта «Единой России. Модернизация образования». Во встрече приняла участие депутат Государственной Думы Лидия Антонова. В начале семинара-совещания депутат Государственной Думы Лидия Антонова поздравила с 80-летним юбилеем ветерана педагогического труда, первого директора 41-й гимназии Валентину Чурьяковскую. Интерес и любовь к профессии заслуженной учители России не утратила до сих пор. На встрече с коллегами она поделилась своим богатым опытом и дала наставление молодому поколению педагогов. Я призываю вас к очень серьёзной работе. Прежде чем что-то взять, надо очень хорошо продумать. Люберецкий район чем знаменательный был, опять же говорю, вместе все мы, мы очень тесно сотрудничали со всеми институтами Академии педнаук. И программы многие были под руководством руководителей академических вузов. Свою точку зрения относительно качества образования в муниципалитете высказал глава Люберец Владимир Ужицкий. Он отметил, что в этом направлении городской округ является одним из лучших в столичном регионе. Но в то же время, подчеркнул он, всегда есть к чему стремиться. Нам повезло, что исторически досталось то, что нам досталось и где мы находимся. А то, что абсолютно справедливо, в топ-100 в Московской области у нас всего две школы. Сейчас с Лидией Николаевной рассуждали о топ-100 России вообще ни одной. В целом, у нас учительство – это интеллигентное, образованное сословие. Просто это надо, как я уже говорил, с этого алмаза сделать бриллиант. В ходе семинара руководители общеобразовательных учреждений выслушали доклады директора Центра социально-экономического развития Высшей школы экономики Сергея Косарецкого. По словам эксперта, одна из главных задач современных педагогов – повышать мотивацию каждого ребёнка к учёбе. Мы, как институт образования Высшей школы экономики, проводим много разного рода мониторингов, исследований и вовлечены в разработку в настоящее время стратегии социально-экономического развития страны в блоке образования. Лидия Антонова, в свою очередь, заявила о необходимо повышении квалификации педагогов в общеобразовательных учреждениях. Усовершенствовать подготовку специалистов можно в том числе, перенимая успешный опыт коллег. В качестве примера депутат Государственной Думы привела сингапурскую систему образования. Каждую пятницу, через две недели в каждой школе идёт повышение квалификации. Оно называется повышение квалификации, оно может быть по-разному. Это конкретная какая-то трудная тема по учебнику физики в каком-то классе, которую надо преподнести вот так, чтобы было всем понятно и чтобы заинтересовать. Такие занятия депутат Госдумы предлагает проводить в том числе и с детьми, у которых нет возможности нанимать репетитора по тому или иному предмету. Сейчас вопрос внедрения этой системы находится в разработке. Проект по улучшению качества образования планируют представить в декабре текущего года. Луиза Игазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.